Друзья, извините, вторгнусь в диалог, значит, это Кузнецов Дмитрий. Смотрите, демонстрация принципов алгоритма работы коллекторов. Сраму в начале разговора сбить человеку с толку. То есть уверенным голосом навязать свою точку зрения. Спросить строго, жестко, не давая человеку возможности очухаться и попытаться что-то предпринять. Четко, конкретно в лоб. Первый, как говорится, и сокрушительный удар. Но он такой же сокрушительный может быть и с вашей стороны. Ответный удар. Если вы уже готовы, если вы знаете эту стратегию, если вы давным-давно, как говорят спортсмены, которые единоборствами занимаются, смотрят своего противника, изучают его стратегию и готовы к его определенным действиям, то дальше никакого труда вам не составит забавляться этим разговором, веселиться и получать удовольствие, как это делает автор. Итак, смотрим. Это я. Меня зовут Артем Сергеевич. Я вам звоню с юридического отдела. Представляю интересы банка Ленинсовской лидии. И хочу спросить, как у вас сейчас успеют дела по погашению долга вашего банка. А будьте добры полностью, представьтесь фамилиями отчества, должность вашего. Артем Сергеевич, должность юрист в Организации национальной службы взыскания. Город Москва. Врет как дышит, начиная от фамилии, имени, отчества и заканчивая своей должностью. Юрист, он сказал. Он юрист. Вообще моя мечта дозвониться, поговорить хоть с одним из этих юристов. Вот настоящим юристом. Вот взять вот нормально и посостязаться с ним. Вот в простых этих вопросах. Ну, вот посмотрим, что это у нас за юрист. Теперь слушаю ваш вопрос. Еще раз вопрос. Как у вас сейчас обстоят дела по погашению долга? Банка Ленинсовской лидии. Все так же, в ожидании нахожусь. В ожидании чего? Суда. Как ваши коллеги обещали. Так. После артого лечения решения суда вы сразу все проклачиваете, верно? Там мы уже решим, как бы в тот момент вы уже отношения к данному делу иметь никакого не будете. Почему? Не факт, за то, что сам надо будет на вас суд подавать, верно? Ну, не точно, что национальная служба взыскания. Не понял. Ну, точно уж не национальная служба взыскания. Почему из-за этого? Ковару от всех еще никто не отменял. Ну, да хорошо, дальше. Ну, в плане себе возможно имена вас будет подавать. Так что, сумма. Ну, слушай, слушай. Я говорю, уже после решения суда мы определимся, как я буду оплачивать. В данный момент я вам на этот вопрос даже отвечать не хочу. На данный момент вы на этот вопрос все? Даже отвечать его у меня нет желания. Желание? Ну, может, это с вами глупо, интересно. Желание, не желание. А можно также уточнить. А с чем связано некорректное общение с сотрудниками? Еще раз. В общем, на самом деле, это плохо случилось. Я говорю, это взаимно у меня с сотрудниками. Собственно, когда они начинают пытаться каким-либо образом угрожать мне или впаривать какую-то дичь, ну, смысл мне с ними адекватно общаться. Я пытаюсь с ними адекватно общаться, а потом, когда я понимаю, что уже ничего не происходит нормального, ну, собственно, приходится некоторых из них, когда они перегибают палочку, посылать в сторону мужского детородного органа. Успею никогда не на человека. Ну, стараюсь, нет. Если человек адекватно общается, то что мне его нахуй посылать? А вот такой вопрос. А с чем у вас вообще целом? Ой, я не... Честно, вот вы же по агентскому договору работаете, правильно? Что еще раз? Вы же по агентскому договору работаете. Да, действительно. Вот, ну, это же здорово. Ну, если вы, правда, юрист, как вы утверждаете, то вам должно быть известно, что по агентскому договору вы должны позвонить мне, представиться полностью, идентифицировать меня, а потом только сказать, в каком у меня банке какая задолженность, какую мне необходимо внести сумму, до какого, как говорится, числа, и какие будут последствия, если я не внесу. И, собственно, все. А не выяснять... Что? Кого? Чем? Мы будем общаться и решить все-таки вопрос уже до контраста, потому что информация вам неоднократно предоставлялась. Поэтому я спрашиваю вас за должность. В принципе, сама вам неинтересно, от самого вашей объяснения, о чем вы ее ждете сюда? И почему вы сами отвечу про то, что вы не подали? Ну, потому что... Жду суда, потому что это благо. У вас, как у представителя, скажем так, лица, представляющего банк, есть же претензии ко мне? У меня? Только как у представителя банка, по поводу выплаты кредитов. Ну, так вперед подавайте. Банк же хочет свои деньги получить, правильно? Так. Ну, вперед. У меня нет возможности в данный момент оплачивать, поэтому в суд подавайте. Так, а после суда у вас сразу возможности возобновляете? Не, я просто смогу, собственно, через приставов, удобными для себя, корректными платежами, исходя из моей заработной платы, платить. По 500 рублей, по 700. Ну, вас абсолютно не должно волновать, какая у меня заработная плата. Понимаете, амбиции коммерческой организации я далеко не в первую очередь ставлю. Вот далеко не в первую очередь. Нет, просто, если вы хотите сюда, то принудительное выискание по 229-го федеральному закону об исполнительной производстве а там не более 50% на заработную плату. Не факт. Не факт. Вы же прекрасно понимаете, да, что там будет сумма далеко не та, которую сейчас от меня банк хочет получить. Абсолютно не та, намного ниже. То есть вы хотите еще по сути уменьшить саму сумму долг? Да. Я хочу убрать навязанные услуги по проценту, которые были начислены на данные навязанной услуги. Если банк, еще у него какие-то претензии есть, я готов их обсудить. Мне вот, к примеру, лично мне интересно, на каком основании вы обрабатываете лично ваша организация мои персональные данные? Вы знаете, на каком основании? Ну, вы смотрите, вы с 26 или с 27 июня работаете этого года с моим делом, правильно? Юля. Ну, да, простите. Даже можем прям вот с первого августа, вот прям, чтобы 100%. Просто 27 октября 2015 года сотрудники Кабарини Санс Кредит приняли от меня заявление. Я был в отделении банка, они приняли от меня заявление о запрете обработки и передаче моих персональных данных третьим лицам. То есть, у меня есть копия данного договора, то есть, за данного заявления, за подписью и печатью сотрудников Кабарини Санс Кредит. Соответственно, на каком основании вы мне вот звоните вообще, кто я? Вот могу вам такие вопросы задавать. Ну, поверьте, мне еще можно ответить в документы об отзыве данных. Ну, правильно. То есть, вы понимаете, что в данный момент банк нарушает некоторые статьи нашего законодательства и тем самым подставляя вас и вашу организацию в целом? Ну, то есть, я и вашим коллегам неоднократно передавал эту информацию, что, мол, незаконно вы, у меня есть на руках это заявление. Это уже не мы с ним отбородательства. А, то есть, вы простите, простите... Это доказательство заключено в саммит, это документация, которую у нас сейчас имеется. А то не содержит ни слова, то, что банк отбывает. Ну, вы уж простите, то есть, получается, в вашей организации, простите за грубость, похуй. То, что вы говорите? Ну, вот, то, что есть такое заявление, то, что Кабарине Санс Кредит не очень, получается, репутацию национальной службы взыскания как-то куда-то ставит. Но, в принципе, вы коллекторы, вам как бы, не знаю, важна ли ваша репутация или нет. Вам просто нужно уточнение по данному вопросу. Да, мне просто непонятно, почему мне звонит какая-то организация, почему-то работает с моими персональными данными, а, собственно, не банк напрямую. По факту, в банке принято клиентам рейтской категории последний вопрос на вашу составление именно по написанию заявления и тогда о составлении информации пришло 1 декабря 2016 года. Несколько информации о том, что договор отзывается на основании этого вообще написания заявления. По факту, мы с вами живем в России и на каждом слое должно быть какому-то, чтобы мы на подтверждение срыва. Хорошо, почему мне тогда банк не уведомил о том, что мои персональные данные в письменной форме как это положено, переданы национальные сферы? Вы же, как всегда, понимаете, да, что я могу сегодня приобрести данный кредитный продукт, а завтра отозвать свои персональные данные? Конечно, можете. И вы же, как юрист, прекрасно понимаете, что в данный момент происходят не совсем законные действия со стороны вашей организации? Я, как юрист, понимаю, то, что у меня нет документального основания о том, что, скажем так, верить вам. Я, как человек, я вам скажу так, Александр Петрович, я вам верю, то, что вы говорите, то, что... Потому что имеют место в некоторых банках, тогда подаются документы, соответственно, их заявления в плане там об обработке персональных данных и так далее, как просмотрение каких-либо вопросов, то, что они могут иметь, скажем, доверяться. либо рассматриваться очень долго. Ну, вы понимаете, да, что больше года рассмотрения это какая-то, извините, дичь. То есть я по факту, я не запросил какие-то документы, я не позвонил там в отделение банка. Я по факту пришел в отделение банка в октябре месяце прошлого года. У меня на руках было два заявления идентичных просто, вот как два брата зеркальных. Собственно, с моей подписью, с числом стояло. Я с сотрудником КБ Ренессанс показал его, они ознакомились, они приняли от меня это заявление, потому что они не имеют права не принять от меня это заявление. И по факту они должны были запретить передачу моих данных и со мной непосредственно должны были общаться с сотрудниками КБ Ренессанс Кредит, а не каких-то коллекторских организаций, хоть по договору агентскому. Если бы, конечно, КБ Ренессанс Кредит продал бы по договору сессию, у меня были бы все документы, то есть там в письменном виде. Вопросы бы не было, я знаю. Вот, ну, соответственно, вы понимаете, да, что я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что вот ваши сотрудники, которые мне уже сегодня шесть раз звонили, они сто процентов из-за национальной службы изыскания не мошенники. И когда они мне пытаются впарить какую-то дичь о том, что ко мне придет какой-то выездной отдел, что они будут звонить моей матери или к моим соседям, разглашая, то есть нарушая вторую поправку Конституция Российской Федерации, это именно если они соседям будут что-то рассказывать, то, ну, я пытаюсь им донести адекватно, если они пытаются еще как-то какую-то впаривать мне не совсем правильную информацию, я могу их посылать в сторону мужского детородного органа. Ребят, слышите, наш юрист затроил со страшной силой. Юрист, юристище просто. Эх. Потому что от КБ Ренессанс Кредит мне не пришло извещение, что со мной теперь будет работать по агентскому договору такая-то кредитная организация, чтобы там был перечислен список лиц аффилированных общаться со мной. Потому что по тысяча пятой статье банк, как принципал, который в наш договор с ним вводит третью сторону, он обязан меня в письменной форме уведомить. А звонки, смс и тому подобное фигня, это не считается официальным уведомлением. И все вопросы вы прекрасно знаете Александра Петрович и задаете в банк. Ну, я с банком общался. Банк не дает мне никакого разумительного ответа. Вы, я надеюсь, вы понимаете, почему я сейчас так с тобой с вами разговариваю. Потому что у меня есть ответ, грубо говоря, от 1 декабря правила 2016 года в банке. То, что все нормально, мол, работайте или свои слова. А вам все-таки, если идет такой небольшой реман, вот сумма у вас сейчас долго 244 тысячи круглая сумма. Суть в чем? Вы обновились в том, что готовы будете доплатить данную сумму при поставлении вам каких-либо там задаваемых акций от банка. Вы неправильно поняли меня, молодой человек. Я готов оплатить ту сумму, которую присудит суд. Потому что по факту мне были навязаны услуги КБ Ренессанс Кредит, на которые были навязаны проценты. Если вы видите, какое количество платежей я внес и какую сумму я взял, то есть, ну, я не вижу, в чем проблема. Если банк спишет вам вдруг и оставит только ту сумму, которую действительно должны, вы ее оплатите сразу? Нет, я буду оплачивать комфортными для меня платежами, потому что в данный момент мое финансовое положение оставляет желать лучшего. Сами понимаете прекрасно, что у нас кризис в стране, нет никакой стабильности, потому что когда я брал... Вы сейчас работаете официально, я правильно понимаю? Конечно. Да, конечно. Все, ты не можешь поверить, Александр Петрович. Я с вами абсолютно адекватно общаюсь, если человек адекватный и, как некоторые ваши судары не начинают пригорать и у них пукан начинает бомбить прям сильно, я адекватно общаюсь, почему нет? Есть такое, да, у некоторых прям подгорает. А вот, кстати, вы на женщин срываетесь. Я абсолютно не срываюсь, я же вам говорю, вот видите, я с вами абсолютно адекватно общаюсь, если со мной женщины адекватно общаются, я прям поощряю это, я ей говорю, что вы очень адекватный сотрудник, мне приятно с вами общаться и вот с вами и с вашими девочками, которые адекватны. У вас есть и мальчики, у которых подгорает прям по сатане. Прям вот неистово. Ну, знаете, я думаю, подгорать на самом деле эти ситуации, когда ты человеку просто спокойно все развить ситуацию, уточнить тему правилу, ну-ка, конструктивно построить диалог, а он же тебя не слышит, либо когда, знаете, недопонимание банальное происходит. Да, да, прекрасно. не хочет посмотреть на ситуацию, да, там просто, да, вот, подавайте в суд, подавайте в суд, а вот, на вопрос, ну, что подавайте в суд, написали, давай поговорим, в чем проблема. Надеем в суд, может, получится договориться, вот, с вами, пожалуйста, мы с вами отговорили, если такая ситуация происходит, вы готовы будете производить платежами периодическими основная сумма долга, то есть, примуют разу в банк, это вопрос, сейчас информация будет отправляться в банк, я уверяю, что я готова в банках сотрудничества в таком случае. Вот, просто понимаете, вы третья уже коллекторская организация, которая работает по данному вопросу, просто были некоторые организации, которые, то есть, сотрудники позволяют для себя, ну, мягко говоря, не совсем корректно общаться, ну, я понимаю, как работает ваш скрипт, что человека надо вывести часто на эмоции, то есть, сказать, что там и суд будет, и вообще все плохо, то есть, вот до вас юноша мне звонил и говорил, что 159-ю в отношении меня инициирует, то есть, он ничем это не подкрепил, потому что, ну, вы видите, что платежи у меня были, да, там с некоторой варианцией задержек, но они были, и инициировать уголовное дело в рамках гражданского, ну, это очень большая проблема, ну, прямо очень большая проблема, насколько мне известно, и доказать то, что в моих, так сказать, у меня были злые умыслы на мошенничество, не вернуть банку денег, боже упаси, я взял 100 тысяч рублей, я уже на данный момент без малого 117 вернул. Ну да. Как бы, никакого... на 119, на самом деле, по-хорошему, и очень сложно доказывать, проще психизм, намного проще, да, если вот такие ситуации разбирать, то проще просто человека привлечь по уклонению 177-й. Эх, красавелла, а ну теперь расскажи нам всем дуракам, как это сделать по 177-й, уклонению, читал ли ты вообще эту статью, дурачок? Так я же не уклоняюсь, суть-то в чем? Мне же зачем наказать именно свой умысел изначально привезти к клинике вот этого. Были сотрудницы, которые спрашивали, то есть, ну прям выводили на эмоции, благо я прекрасно понимаю, что они делают, спрашивали, скончалась ли моя мать или еще бегает, то есть, не получилось на эмоции вывести, то есть, всякое бывает, я прекрасно понимаю. А вы как реагировали на такие ситуации? Ой, на самом деле, знаете, смешно было. То есть, я понимаю, к чему человек пытается клонить, чтобы я начал грубо общаться и бросать трубки, но нет, я вплоть до того, что готов подождать 5-7 минут, пока мой, так скажем, собеседник положит трубку. Я понимаю, что в некоторых случаях, если оператор первый положит трубку, ему данный звонок может не засчитаться, но я первый никогда не кладу трубки, не бросаю. Я могу их, скажем так, если разрыв связи или вот как в данный момент у меня вот сколько, сейчас скажу, 2% зарядки осталось, у меня может прерваться, то есть, я вас заранее информирую. Поэтому как бы я трубки не бросаю, мне иногда на самом деле очень забавно пообщаться, особенно когда это какой-нибудь новый сотрудник, до конца не понимающий всех моментов, а очень поверхностно, и пытается что-то доказать или погнуть в свою линию, мне очень смешно, потому что в данном моменте я проконсультировался с некоторым количеством юристов, которые занимаются этим делом. Было многое количество вебинаров, я очень благодарен. Не знаю, слышали вы или нет такая юридическая компания, как Алиамп и Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, они очень хорошо помогают решить подобные спорные моменты. Поэтому я абсолютно не уклоняюсь от оплат, просто в данный момент у меня нет возможности оплачивать, и я немножечко не согласен с суммой долга. То, что по нашему законодательству сумма начисленных процентов штрафов и пений не может превышать основную сумму долга. А в данный момент это уже 244 тысячи, а... Ну, вы же понимаете, что не совсем это логично. по факту у вас здесь основной долг сейчас идет ну, да, то есть... Ну, суть-то в чем? По факту мне было начислено... То есть 39600 из тех, которые я брал, это мне было начислено страховка. Но сотрудники КБ Ренессанс мне навязали, сказали, что без нее вообще ай-яй-яй никак нельзя взять. Ни в коем случае мне не уведомили о том, что есть возможность после взятия кредита отказаться от данной страховки. Причем можно было отказаться сразу после взятия кредита. Ну вот, но мне об этом к сожалению никак. Сказали, что без страховки нельзя, ай-яй-яй и поэтому... Собственно, вот. По факту вам могли бы, Аня, если вам правильно говорили, вам могли бы просто банк не отрубить кредит без страховки. А то, что от нее можно потом отказаться, ну... Ну, как бы даже об этом упоминания не было. Я, собственно, когда начал разбираться непосредственно с этим вопросом... По-хорошему, по-хорошему вам сотрудники этого как бы не должны быть говорили. Ну, они как бы должны быть. Я говорю, потому что я кредита не выдаю. И все равно. Ну, я вас понял. Александр Петрович, у меня в вашей позиции есть на, значит, будем работать в этом направлении. Ну, вы сами прекрасно знаете, что звонки на ваш мобильный номер телефона все равно прорву с этим создан денег в сумму блока 244 тысячи. Да, я прекрасно понимаю. Поскольку у вас нарушения договорных организаций по кредиту. А, по-хорошему, самая просрочка у вас ничего произвела, это пропуске платежей. Простите за грубость, но из-за рукожопости сотрудников Кабаре Ниссанс Кредит. Из-за рукожопости сотрудников по причине того, что при внесении очередного платежа, у меня там была просрочка, и мне надо было внести там что-то порядка 15 тысяч рублей, зачислили не на тот кредит, то есть не на кредитный счет, по которому в данный момент просрочка, а на кредитную карту. и не было возможности сделать корректировку платежа в рамках одного контрагена, то есть меня, когда вот, и собственно, ну не знаю, какая у вас финансовая составляющая в жизни, но просто так взять 15 тысяч и еще раз их внести, но у меня не было возможности. Все, сел телефон, очень жалко, человек адекватный, но будем ждать следующих звонков. Друзья, во-первых, огромное спасибо автору за этот прекрасный ролик, во-вторых, назвать этого звонаря адекватным у меня, значит, язык не поворачивается по одной простой причине, что он просто напугался, он напугался адекватности автора, и вы заметили, наверное, какие длинные паузы он делал, истерично подбирая нужные слова, чтобы не сорваться на свой скрипт, и не начать нести вот эту ахинею, которую ему легче всего было нести. Он понял, что человек не из того стада, с которым он привык работать, и здесь ничего не получить, но все равно продолжал вот этот диалог. Зачем? Ну, может быть, он знает про наш канал, а может быть, и просто для, как говорится, самообразования на уровне инстинкта. Знаете, бывает так, что человек сам не понимает, к чему его ведет ситуация, ну, а вот все, что не происходит с нами, все это для нашей же и пользы. Ну, что я хочу сказать вам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, я уверен, что этот ролик не может не понравиться. Тут упомянул сам автор нашей организации, действительно, мы помогаем людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию, и не только словом, но и делом. И, естественно, наши услуги стоят денег, но это не те суммы, которые вы будете платить в банк. У нас четкие, понятные сроки, четкий, понятный прайс, зависит он от суммы вашей кредитной нагрузки. Если хотите понять подробно, что мы делаем для вас, и за какие деньги, и за какие сроки мы вас, собственно говоря, выведем в четкое, конкретное понимание вашего правового поля. На самом деле, любой клиент став, любой человек став нашим клиентом, в принципе, сразу же освобождается от всех кредитных обязательств на основании закона. Почему? Как? Это все в описании ролика вы можете найти, пройдя по ссылочке, ссылка www.3wlam.ru и попадете на наш сайт, и вы там увидите ролик, видео, презентация работы, алгоритм работы кредитных юристов компании Aliam. Посмотрев его, вы все досконально поймете, во всем разберетесь, у вас не должно остаться никаких вопросов. Пожалуйста, посмотрите, прежде чем писать в комментариях, сколько стоят ваши услуги. Пожалуйста, посмотрите этот ролик, прежде чем писать мне в личку, и прежде чем писать нам на рабочую почту, что почем, и как вы что работаете и делаете. Если у вас нет времени на это, то, пожалуйста, не нужно мне писать и просить, чтобы я вам что-то там прокомментировал. Если у вас нет времени, полтора часа для того, чтобы посмотреть действительно очень полезный материал, который поможет в результате вам справиться с многими проблемами, то, значит, ваши проблемы не так остры, как вы хотите их преподнести. вступать в переписку с людьми, которые задают вопросы, ответы на которые можно получить, просмотрев этот ролик, я не буду. Я так и буду писать. Посмотрите видео. Если у вас останутся вопросы, пишите. Если вы задаете действительно вопрос, который не затронут в видеоролике, тогда я с удовольствием вам дам пояснение. А вот такая ситуация. Ну что, подписывайтесь на наш канал. Как я и просил, ставьте лайки, репост в соцсетях, то есть поделитесь в соцсетях со своими друзьями и, конечно же, группа ВКонтакте. Есть ссылочка на нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь, там все ролики дублируются. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании АЛЯН. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова